Здравствуйте, друзья, с вами Вяткин Александр, и это канал Команда Госплюс. Вам постоянно рассказывают в интернете, что нельзя наэкономить на том и на этом, краил его приводят к попадалову и так далее и тому подобное. Но неужели всё настолько плохо, что нужно прям обязательно брать и покупать только всё самое дорогое, иначе весь ремонт пойдёт прахом? Конечно же нет. В электромонтаже, как и в любой другой сфере, есть варианты сэкономить и при этом не потерять в качестве. Сегодняшний ролик как раз об этом. Пять вещей, на которых можно сэкономить при проведении электромонтажных работ в квартире или доме. Отдельная благодарность автору идеи данного ролика моему другу и коллеге Антону Тимофееву из Петербурга. Кстати, Антон ещё посовместительствует создателю самого большого сообщества для электриков ВКонтакте, и с ним даже есть целое интервью на нашем канале. Если вам нужен электромонтаж в Питере, или вы хотите задать вопросы сразу нескольким тысячам электриков, вы найдёте его контакты в закреплённом комментарии. Ну а мы продолжим. И первым пунктом идут у нас электроустановочные изделия. Для многих этот вариант покажется банальным, но тем не менее. Отличный вариант экономии – это покупка бюджетной серии розеток и выключателей. Главное правило тут не покупать самое дешёвое, что вам удалось найти. Лучше всего ориентироваться на бюджетные серии от известных крупных европейских производителей электрооборудования. Ну, например, та же серия Gloss от Schneider Electric. Прекрасно вписалась в бюджет многих экономных заказчиков, и за много лет проблем с надёжностью механизмов не возникало. Также существуют такие бюджетные серии, как Blanco и Atlas Design. В общем, экономить можно и со вкусом. И выбор есть даже в этом ценовом сегменте. Следующим пунктом у нас идёт уменьшение насыщенности, то есть снижение количества розеток и выключателей. Понятное дело, что вариант электропроводки с одной розеткой и лампочкой на комнату сейчас не рассматривается даже самыми экономными заказчиками. Но тем не менее, есть варианты снижения насыщенности, которые никак не скажутся на комфорте, а в некоторых случаях даже положительно скажутся на безопасности и надёжности. Давайте приведу для вас несколько примеров. Начнём с подключения персонального компьютера. Обычно дизайнеры и заказчики рисуют в этом месте по 8-10 розеток. Для системника одна, для монитора вторая, для принтера третий и так далее. Но на самом деле такой вариант не только очень затратный, но и не совсем верный в плане защиты этих потребителей. Самый верный вариант, как в плане экономической целесообразности, так и электробезопасности, это одна розетка с подключенной к ней сетевым фильтром, к которому в свою очередь и подключается вся перечисленная выше техника. Про сетевые фильтры мы ещё поговорим в ролике про молнию защиту, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Ещё хороший и временами даже полезный вариант экономии – это отказ от интернет и ТВ-розеток. Как правило, место установки роутера, компьютера и телевизоров известно заранее. И ничто не мешает вывести кабели для сетевого подключения с запасом и присоединить их напрямую. Тем самым мы не только экономим средства на покупке дорогостоящих изделий, но увеличиваем надёжность подключения, снижая количество дополнительных соединений. Сами по себе выводы кабеля с подрозетника можно задекорировать специальными элементами, которые так и называются – вывод кабеля, и присутствуют даже в самых бюджетных сериях электроустановочных изделий. Следующий вариант снизить насыщенность – это установка двойных механизмов вместо двуходинарных. Ну, правда, смотрятся двойные механизмы, честно говоря, так себе. Но если нужен сэкономить, то почему бы и нет. Кстати, даже если у вас дизайнерский ремонт с какими-нибудь супердорогими рамками из стекла и натурального камня, ну, типа Миртен, вам никто не мешает подставить в недоступных глазу местах бюджетные розетки из первого пункта. Например, там, где они будут загорожены подключенной бытовой техникой. Также имейте в виду, что большое количество точечных светильников, светодиодных подсветок, управление многими зонами освещения с нескольких мест, не говоря уже об элементах умного дома, приводят к большому удорожанию работ на вашем объекте. И работа по монтажу всего этого стоит недешево. А вот попытка снизить стоимость, нанимая тех, кто просит поменьше, не приведет к ничему хорошему. Это уже тема ролика о том, на чем экономить нельзя, и мы разберем это как-нибудь отдельно. Поэтому давайте перейдем к следующему пункту. Первые два пункта позволят вам неплохо сэкономить. Но вот настоящая золотая жила — это оборудование для электрощита. По нашему опыту, щитовое оборудование занимает временами до половины стоимости всех материалов на объекте. И тут есть куда ужиматься, и я даже не знаю, с чего начать. Давайте возьмем для примера наш идеальный щит, на котором мы недавно выпустили видеообзор. В нем мы установили самую топовую линейку Schneider Electric, Acti9. Эта серия оборудований имеет в своем составе устройства со всеми необходимыми современным электромонтажа характеристиками. А также ряд дополнительных функций. Например, индикаторы причины отключения, повышенная точность срабатывания и так далее. Я об этом в обзоре подробно рассказывал. Но все эти функции — это дополнительная опция. Основная же причина применения этой серии — это характеристики, которых не хватало в более бюджетных продуктах. И для тех заказчиков, которые хотели сэкономить на читовом оборудовании, мы собирали некий гибрид. То есть, основная часть оборудования была бюджетной серией Рази 9, а устройства которых не было в дешевой линейке, таких как, например, контактор на 63 А и УЗО типа А, мы уже брали из серии Acti9. Про это тоже есть, кстати, отдельный ролик. Обязательно посмотрите под ссылкой в конце. Так вот, в этом году случилась, на мой взгляд, настоящая революция в бытовом электромонтаже. Бюджетную линейку Рази 9 основательно обновили, и теперь она включает в себя все те устройства, которые я описал выше. То есть, теперь больше не нужны гибриды. Весь щит целиком можно собрать на одной линейке по очень демократичной цене. Давайте вместо тысячи слов. Я посчитал. Полная копия идеального щита из нашего обзора, только собранная на Рази 9, на момент записи данного ролика обойдется вам на 40 тысяч рублей дешевле, при этом будут сохранены абсолютно все основные характеристики. И это щит, рассчитанный на новостройку с вводным автоматом номиналом 63 А. Если же вводный автомат в вашей квартире не превышает номинал в 40 А, а религия вам не запрещает использовать электронные устройства дифзащиты, то вы можете пойти еще дальше и использовать, к примеру, линейку Изи 9, которая стоит еще дешевле, чем Рези. Единственное, в серии Изи 9 отсутствует УЗО типа А. Вместо них вам придется использовать одномодульные дифавтоматы, что не позволит вам объединить несколько групп под одним устройством дифференциального тока, о чем будет наш следующий пункт. И пусть вас не смущает производство в Китае, это собственные заводы Schneider Electric со всеми необходимыми ступенями контроля качества. Видео про поездку на заводы у нас тоже есть. В двух словах, как и в первом пункте, не хватаем самое дешевое, что вам попадется на глаза, а берем крупного известного европейского производителя. И смело берем самый бюджетный вариант, который он нам может предложить. Теперь, как обещал, следующий пункт про объединение групп. Если электрощит занимает львиную долю стоимости материалов для электромонтажа, то львиную долю стоимости самого щита занимают устройства защитного отключения, и с их количеством можно немного поиграться. Но сразу должен предупредить, это не постоянная экономия, а зачастую, так скажем, рассрочка. И здесь есть одно четкое правило, которое нужно соблюдать, чтобы в этой игре не проиграть. Давайте расскажу сначала сам принцип, а потом про правила. Итак, для того, чтобы определить количество необходимых нам УЗО, нужно в первую очередь рассчитать токи естественных утечек, чтобы УЗО не отключались сами по себе от несвязанных с авариями причин. О том, что такое естественные утечки, как их рассчитать, материалов в интернете просто полно. Подробно останавливаться не буду. Так вот, во-первых, согласно этих расчетов, мы можем на постоянной основе объединить некоторые группы под одним УЗО. Тут только остается вопрос в удобстве дальнейшей эксплуатации. Так как при утечке в одной из объединенных групп отключится и вторая полностью исправная группа. Во-вторых, в новой, только что смонтированной электропроводке, если кабели не были повреждены или проложены с нарушением, фактические токи естественных утечек будут всегда гораздо ниже расчетных, что позволяет на некоторое время экстремально снизить количество установленных УЗО. Это и есть та самая рассрочка, о которой я сказал в начале пункта. Только не стоит сильно затягивать с установкой дополнительных устройств и дожидаться, когда они начнут ложно срабатывать. Старение электропроводки со временем вызовет рост естественных фоновых утечек, и лучше заблаговременно позаботиться о добавлении УЗО, чем внезапно остаться без света и в торопях искать специалиста, который исправит ситуацию. Теперь главное правило. На количестве оборудования мы сэкономили. Но вот на месте для его установки экономить ни в коем случае нельзя. Для того, чтобы не попасть в просах, пользуйтесь формулой. Берем все, что нам нужно на ввод, то есть вводной автомат, реле напряжения, рубильник-отпуск, кросс-модуль, УЗИП и так далее. Считаем, сколько нам нужно на все это модуль и в щите. Далее берем количество отходящих групп и умножаем на 3, и прибавляем к числу вводных модулей. К этой сумме прибавляем еще процентов 15, чтобы наверняка иметь запас на будущую модернизацию. Щит меньшего размера, чем то количество модулей, которое у вас получилось, в ходе этих вычислений ставить категорически нельзя. Вообще, боязнь больших электрощитов погубила не один семейный бюджет, так как замена электрощита это очень дорогостоящее и сложное мероприятие. Сами мы таким лайфхаком не пользуемся, так как работаем на территории всей Москвы и Московской области, и просто не можем себе позволить ездить на десятки объектов для установки нескольких УЗО. Это не выгодно ни нам, ни нашим заказчикам, поэтому мы всегда собираем полную версию щита, уже рассчитанного на старение и изоляции. Но если же вы живете в небольшом городе или вообще самодельщик, то такой вариант экономии вам идеально подойдет. И теперь заключительный пункт, который я вообще бы обошел стороной, но вот предвкушаю ваши комментарии, все-таки добавлю его в это видео. Это экономия на монтаже без гофры. Спорить не буду, экономия некоторые при таком способе есть, но на мой взгляд игра не стоит свеч. Давайте вместе просто посчитаем, сколько действительно можно сэкономить, отказавшись от гофры, и чем мы в таком случае рискуем. А вы уже решите, кажется, для себя сам, применять такой способ или нет. Сначала давайте посчитаем, правда ли, что работы становится больше, когда мы применяем прокладку в гофре. Нам говорят, что при монтаже без гофры нужно меньше распредкоробок. На самом деле это не совсем так. Нельзя выкинуть или порезать на британский флаг сальник распредкоробки и запихнуть в нее 100-500 кабелей. Это нарушение конструкции. То есть, если в коробке имеется 6 сальников, это значит, что в нее можно завести только 6 кабелей, и никакой разницы, в гофре они или без. Также нам говорят, что при монтаже без гофры нужно меньше проходных отверстий в стенах. Здесь уже есть доля правды, но есть и одно большое. Но нельзя просто так проковырять дыру в стене и в сандалии туда огромный пучок кабелей, попутно сдирая с них оболочку, торчащей внутри дыры арматурой. Для проходки кабелей должны быть предусмотрены четкие отверстия с установленными в них втулками. Пункт нормативного документа на ваших экранах. Ну а про пучок чуть позже. А еще нам говорят, что стоимость прокладки кабеля в гофре стоит дороже, чем без. И я искренне не понимаю на основании чего. Мы сейчас не берем в расчет работы по затяжке, про нее мы поговорим отдельно. Я имею в виду непосредственно вот саму прокладку, когда кабель уже находится в гофре. Да, логично, что для монтажа клипс трудозатраты несколько выше, чем для монтажа площадок под стяжку. Ну во-первых, с применением монтажных пистолетов разница совсем не велика. А во-вторых, простота монтажа площадок обесценивается сложностью крепления самого кабеля непосредственно. Подробно описывать процесс я не буду. Про монтаж в гофре у нас и так целая куча роликов. Но, боже вас, упаси, перепутать или забыть сделать маркировку кабелей во время монтажа пучков. Вас ждут непередаваемые ощущения от проделанной дважды работы. Так как в этих пучках сам черт ногу сломит, какой кабель откуда пришел. Гофра же, в свою очередь, легко пристегивается и отстегивается от клипсы. При монтаже средней насыщенности все кабели у вас как на ладони, что многократно снижает вероятность ошибок и увеличивает скорость монтажа. И, по моему мнению, многие монтажники просто привыкли работать пучками и не хотят менять свои привычки. Поэтому завышенная стоимость прокладки в гофре, это, скорее всего, просто попытка воздействовать на заказчиков, чтобы продолжать работать так, как им удобно, а не так, как хочет заказчик. Ну и все вышесказанное про пучки не имеет особого смысла, так как монтаж в пучках вообще запрещен в жилых помещениях. У меня на этот счет тоже есть отдельное видео, там уже узнаете поподробнее, как сэкономить на затяжке кабеля. Так вот, здесь мы собираем пункты, которые помогут сэкономить нам без потери качества, а нарушение требований нормативных документов как бы намекает, что речи о качестве уже и не идет. Допустимые же способы прокладки без гофры вообще никакой экономии не предполагают. Ну, как, например, монтаж отдельных кабелей на скобах. То, что вы сейчас видите на экране, требует отдельного сверления перфоратором под каждый крепеж, когда пристрелка клипс делается за доли секунды, при этом не требуется пристреливать каждую из них в ряду. Что побуждает заниматься таким мазохизмом монтажников, для меня тоже до сих пор загадка. Вообще, вместо тысячи слов о преимуществе монтажа в гофре, говорит тот факт, что после того, как утихли все споры и срач в интернете, львиная доля инстамонтажников потихому перешли на монтаж в гофре по потолку. Хотя до этого, кроме всех, кричали, что гофра нафиг не нужна, это все развод на деньги. Хотя без жирного такого курьеза тут не обошлось. Ребят, при всем уважении, прокладывать гофру по потолку и при этом в стенах спускать кабель без нее, это все равно, что одевать трусы поверх штанов. Абсолютное непонимание, что и для чего нужно. Давайте сначала разберем случай, когда нам говорят, что без гофры штрабление дешевле. И тут я снова не понимаю на основании чего. Что касается глубины штрабы, то чем она глубже, тем меньше требуется усилий, для того, чтобы выбрать из нее сердцевину. При глубине в 30 мм, да еще и на мягких материалах, сердцевину штрабы можно просто-напросто выковырять шпателем. А при глубине 15 мм этот фокус уже не пройдет. И вам придется активно поработать перфоратором в любом случае. Как мне кажется, монтажники просто считают, что если штраборез режет быстрее, то и работу стоит дешевле. И не берут во внимание то, что штраборез нужно только направлять во время работы. Режет штрабу он сам. А вот перфоратор сам собой махать без активного участия монтажника не будет. Ну да бог с ними, это их дело. Гораздо больше вопросов вызывает попытки сэкономить на ширине штрабы. Многие наверняка видели ребят, которые устанавливают диски на штраборезе максимально близко друг к другу, а затем в получившийся пропил забивают плоский кабель ребром. И это отдельная дичь. Во-первых, существует требования нормативных документов о том, что плоский кабель должен укладываться в штрабу плашмя, причем их нельзя туда укладывать пучками, а только с зазором. Пункт на ваших экранах. Надеюсь, не придется в 101 раз объяснять, что приказы не обсуждаются. Во-вторых, из-за нарушения этого пункта и того, что кабели в прорези временами заколачиваются аж пассатижами, вам ни один нормальный производитель кабеля не даст гарантию, что кабель отработает свой срок эксплуатации. В-третьих, плоский кабель это замечательно, когда вы делаете открытый монтаж в кабель-каналах. Но применять его в скрытом монтаже, где все основные элементы имеют круглое сечение, вы серьезно? Проходки в стенах по умолчанию имеют круглое сечение. Сальники в распредкоробках имеют круглое сечение. Вводы в подрозетнике имеют круглое сечение. Гермоводы на бытовой технике и зажимы для фиксации кабелей на вводе тоже имеют круглое сечение. Но кабели мы используем плоские. Это надо еще придумать. Серьезно, кто-то до этого додумался, остальные подхватили. Чувствуете уровень? Это все не считая того, что заштукатуривать кабель без труб вообще допускается только в случаях острой необходимости, отсутствия ресурсов, материалов и так далее. А кабели в ПВХ-оболочке, такие как ВВГ, НГ, ЛС, недопустимо заштукатуривают категорически. Пластификаторы в ПВХ-оболочках кабелей могут вступать в реакцию с компонентами штукатурных смесей, что приводит к снижению срока службы, а временами и к проступлению следов от кабелей на стенах. И сами производители кабелей рекомендуют прокладывать их именно в трубах. Иначе невозможно предсказать результат. Про это и тоже есть отдельный ролик. Появление полос невозможно спрогнозировать. Вот вам для примера ролик, где с 1963 года всё было хорошо, пока жильцы просто не захотели поклеить нормальные обои. В какую-то реакцию пошли с проводом, непонятно. До этого были обои обычные, бумажные. И всё было в порядке. Вот так. Ну а все разговоры о том, что у нас вся страна сто лет живёт заштукатуренными кабелями и всё нормально, не соответствуют действительности, так как кабели заштукатуривались не повсеместно, а только в послевоенных двухэтажках, которые строили то ли пленные немцы, то ли сами жильцы, кто как умеет, и в кирпичных хрущевках, которые периодически пополняют мою коллекцию фотографий с полосами на стенах. А во всех панельных домах, коих подавляющее большинство, проводка заложена в заранее изготовленных каналах внутри плит и ни с какими смесями не контактирует. Если уж у вас и возникло необходимость заложить кабель без гофры, то использовать нужно кабель с полиэтиленовой оболочкой, такой как, например, ППГНГ-ЭЧФ. Про это у нас тоже есть отдельное видео, и даже два, где мы разбирали применение кабелей без гофры и сравнение основных характеристик кабелей ЛС и ЭЧФ от представителя завода Конкорд. Кстати, в комментариях под теми видео многие писали, что оболочку ЭЧФ кабелей очень тяжело разделывать. ППГНГ-ЭЧФ производства завода Конкорд этой проблемы практически не страдает. Его оболочка легко снимается стандартными инструментами. Чуть-чуть тяжелее, конечно, чем с ЛСки, но не критичный. Для ППГ кабелей это очень отличный результат. Если что, рекомендую. Ну а возвращаясь к пункту, как видим, если соблюдать правила и нанятый вами монтажник в состоянии адекватно оценить свои трудозатраты, то сэкономить получится, пожалуй, только на самой гофре непосредственно и затяжке в неё кабеля. Это-то мы сейчас и посчитаем. Экономию на сквозных проходах я, с вашего позволения, в расчёт не возьму, так как в этом плане объекты очень сильно разнятся. И где-то их больше, а где-то может и не быть вовсе. А где-то они могут быть совсем запрещены. Итак, предположим, что на нашем объекте необходимо проложить 300 метров кабелей. Теперь считаем. Стоимость качественной лёгкой гофры для монтажа по потолку на момент съёмки видео около 10 рублей за метр. Итого получается 3000 рублей на всю квартиру. Стоимость протяжки, если брать кабель уже затянутый в гофру, в промышленных масштабах это ещё примерно 5 рублей за метр. То есть плюс ещё полторы тысячи. Протяжка мастерами на месте стоит априори дороже, но мы стараемся не затягивать самостоятельно, так как это невыгодно. Добавим сюда ещё и клипсы, так как скобы и площадки, по идее, должны стоить дешевле. Всего понадобится 900 клипс, возьмём половину, так как альтернативный крепёж всё-таки не бесплатный. Стоимость одной клипсы сейчас примерно 3 рубля за штуку. Получается плюс 350 рублей. В итоге мы имеем экономию 5850 рублей. Округлим до 6000, а это цена 5 интернет-розеток премиальной серии или 2 УЗО типа А бюджетной линейки. При этом вы теряете возможность замены кабеля в случае его повреждения в стене, а все трещины и процессы застывания штукатурки увеличивают риск возникновения естественных утечек. Вот такая вот экономия на гофре. Нужна ли вам такая экономия, решайте сами. Я же, понятное дело, такой способ не рекомендую. Ну а вы можете написать в комментариях, какие ещё способы сэкономить и при этом не потерять в качестве работ, вы знаете. А также не забудьте подписаться, поставить лайк и заглянуть в нашу группу ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ Плюс.